Брест В студии Виталий Матюшин, как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Мои года, мое богатство. Обзор праздничных мероприятий, приуроченных ко дню пожилого человека. Самые яркие страницы торжества от наших корреспондентов. 22 года за дирижерским пультом. Порядка 400 самых разных творческих программ с ведущими артистами Беларуси и зарубежья. Зрительские овации. Главный дирижер симфонического оркестра Брестского академического театра драмы Александр Сосновский открывает 29-й концертный сезон симфонического оркестра и вместе с ним празднует свой юбилей. В эфире итоги недели мы начинаем. Учительство – нелегкая, тонкая работа, прокладывание пути к сердцу каждого человека, раскрытие его лучших качеств. Мы через всю жизнь проносим благодарность наставнику за самые лучшие уроки, уроки человечности и добра. Наверное, поэтому День Учителя празднует в государственном масштабе. Брест чествовал педагогов на протяжении недели. Праздник – замечательный повод, чтобы выразить слова признательности и благодарности за труд не только нынешним учителям, но и тем, кто долгое время трудился в системе образования. Учитель – это сильный, целеустремленный, добрый человек, который не только делится знаниями с детьми, но и искренне верит в каждого ученика. Мудрые и заботливые, они по праву заслуживают большого уважения. На этой неделе представители педагогических коллективов принимали искренние поздравления от учеников и родителей, а также от тех, кто давно закончил школу. Они учат писать и считать, помогают решать сложные задачи и простыми словами объясняют, что хотел сказать автор произведения. Труд педагога особенный. Они находят ключик к сердцу каждого ученика, стараются донести нужные знания, воспитать ребенка, а после отпускают детей во взрослую жизнь, помня имя каждого и за каждого переживая. Я сам вырос в семье педагогов и прекрасно понимаю те нагрузки психологические, физические, эмоциональные, которые испытывает учитель. И могу объективно оценивать наших брестских учителей. Это замечательные, преданные, авторитетные люди, которые реальными делами помогают двигать вперед, обучая молодых брещан, а их у нас в школе более 40 тысяч, в садике ходят 18 тысяч, то 60 тысяч детей находятся в педагогическом воздействии, обучая наших брещан. И, соответственно, поднимая уровень нашего города. Реально задачу органов власти я вижу в дальнейшем совершенствовании материальной базы нашей системы городского образования, в строительстве, а этот процесс идет постоянно, учреждение, прежде всего, дошкольного образования, в заречной части города, прежде всего. Ну и повышение авторитета учителя. Нам надо в систему образования больше мужчин. Ну, должно быть, как в этом фильме, большая перемена. Должна быть вот так, чтобы коллектив был сбалансированный. Брест гордится своими учителями, поскольку они воспитали не одну плеяду талантливых и одаренных учеников, вывели в свет и показали дорогу интеллектуалам, которыми славится Беларусь. Роль учителя в современном образовании велика. Педагог закладывает нравственное начало в человеке, формирует его как личность, открывает новый мир. А еще учит самой сложной науке – науке жизни. Поэтому День Учителя празднуют как один из самых главных праздников. Это торжество в Бресте всегда проходит по-особому. Добрые слова адресуются многотысячной армии наставников. Всем вместе и каждому в отдельности. Ведь они выбрали профессию сердцем. Главное – любить детей. Это самое главное, поскольку если не любишь детей, ничего не получится. А все остальное и желание у деток увидишь, и можно заинтересовать. Но главное – любить детей, и увидишь эти горящие глазки, эти искорки. В этот праздничный день в Брестском горосполкоме звучали многочисленные слова благодарности и поздравлений, вручались грамоты и благодарственные письма. Одним из первых было названо имя Татьяны Калацей. В ее трудовой книжке всего одна запись – средняя школа номер 23. В далеком 1982 году Татьяна Калацей пришла работать в новую открывшуюся школу учителем начальных классов, а теперь стоит во главе учреждения. Профессия учителя – это вообще должно быть призванием. И это самое главное. Тогда и работа, и наставничество, и дети – ничто не раздражает, а только приносит радость. И какие-то неудачи, иногда просто умиление, потому что это работа, это дети, это здорово. По статистике, в городе над Бугом практически каждый пятый житель – молодежь до 18 лет. Именно за ними – будущее нашего областного центра, нашей страны. А воспитать их достойными, умными и светлыми людьми – одна из главных задач педагогов. У нас в городе почти 10 тысяч педагогов работает в системе образования. А если взять еще тех ветеранов труда, которые принимают активное участие в общественной жизни учреждения образования, то это почти 11 тысяч педагогических работников. Это мощная сила, это целая армия на службе нашего города, на и нашего будущего. Я от души хочу поздравить их с наступающим праздником, с Днем Учителя. Это реально народный праздник. Я думаю, что в каждой семье есть педагоги, есть учителя. А в принципе, даже если не по профессиональной надежности, мы все кого-то должны учить. Своих детей, своих родственников. Это нормально, поэтому с праздником всех. На этой доброй ноте завершилось чествование педагогов Бреста. Торжественное мероприятие, посвященное лучшим педагогам области в Центре молодежного творчества, только начиналось. Приглашение принять участие в празднике получили почти 300 человек. Ветераны педагогического труда, молодые учителя, руководители системы образования Брестской области. Поздравить с профессиональным праздником пришли и руководители региона. Приятно, что данный праздник встречается с очень хорошими результатами, как в масштабах нашей Брещины, так и в масштабах всей страны, потому что учитель всегда находится в авангарде, в авангарде наших достижений, наших успехов. Потому что без кропотливой ежедневной работы учителя невозможно представить развитие нашей сферы деятельности. Будь то реальный сектор экономики, будь то учреждение социальной сферы, всегда впереди находится учитель с его познаниями, с его очень хорошим отношением к учащимся, всегда в контакте с родителями. Очень важно, что наш учитель идет в ногу со временем. Сегодня праздник только для них. Музыкальные номера, поздравления, награждения. Несмотря на то, что зал был неполон, а счастливые лица скрывали медицинские маски в цели безопасности, искорки в глазах выдавали радость педагогов. Это лишь малая награда за их труд и стойкость, ведь этот год был непростым. Коронавирус изменил привычный уклад школьной жизни и заставил подстраиваться педагогов под новые реалии. Но они справились. Мы столкнулись с достаточно сложной ситуацией. Не только мы, весь мир столкнулся с этой ситуацией. Не было прямых ответов на поставленные вопросы, не было каких-то шаблонных решений. Да не было вообще никаких решений, поверьте. Эти решения надо было решать, находить здесь и сейчас. И я думаю, что путем проб и ошибок, и тем не менее, мы справились с этой ситуацией. Мы организованно завершили учебный год. Было много опасений. Вы меня спрашивали, как дистанционно, недистанционно, как это будут воспринимать родители, как это будут воспринимать дети, не скажется ли это на качестве образования. Конечно же, любые процессы сказываются. Но тем не менее, мы завершили учебный год. Мы аттестовали учащихся. Мы смогли подвести их не только к окончанию очередного класса, но и выпустили из школы, провели вступительную кампанию. Поэтому я думаю, что со своей задачей мы справились. Поздравления! Самая торжественная и волнительная часть праздника. Лучших представителей профессии отметили наградами, грамотами и благодарностями Брестского облсполкома, Министерства образования, а также Белорусского профсоюза работников образования и науки. На мероприятии присутствовали не только те, кто четверть века и больше трудился в системе образования, но и те, кто только начинает свой педагогический путь. Я молодой специалист, работаю вот с сентября, очень рада. И вы просто себе не представляете, я никогда не думала, что результативность детей, их активность, их счастливые лица будут будить меня по утрам, не хуже какого-то будильника. Светлые лица и счастливые улыбки учителей не только от букетов цветов и символичных подарков в этот день. Самые главные награды для них всегда были и остаются благодарны ученики, наделенные темой знаниями, которые помогут им реализовать себя в жизни. Ирина Кузьмич, Дарья Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Престиж профессии учителя, авторитетность. В школу приходят по призванию и все больше женщины. И в наших материалах мы чаще всего рассказываем о прекрасных дамах, которые занимаются обучением и воспитанием наших детей. Да, это факт, что в белорусских школах, да и не только в белорусских, преобладают учителя-женщины. Почему, отчего? Не будем сейчас о гендерстве рассуждать и о материальной составляющей профессии, а просто предлагаем вашему вниманию сюжет об учителя начальных классов и об учителя музыки, которые представляют сильную половину человечества и не представляют себя без школы. В третьем В-классе средней школы номер 32 26 учеников, 11 мальчиков и 15 девочек. Их учителю Александру Маруку нужно позаботиться о каждом. Обучение и вопросы успеваемости, проверка тетрадей и воспитательная работа, питание, обратная связь с родителем – все необходимо держать под контролем, не исключая внешний вид поведения и самочувствия учеников. Сам Александр после окончания школы долго не раздумывал, куда ему поступить. На отделении начальных классов Брестского педагогического университета имени Пушкина он был единственным студентом юношей. Александр Марук выбрал делом своей жизни преподавание именно в младших классах. Открытость и непосредственность этих еще маленьких ребят поразительна. Для них учитель – самый главный человек после родителей. А еще они гордятся, что именно их учит мужчина, добрый и строгий, который может и пожурить, если нужно, и похвалить, если ты этого заслуживаешь. Если кто-то себя из мальчиков плохо ведет, то он может дать стихотворение и все будут вести себя хорошо. Мне нравится с Александром Ивановичем, потому что он иногда жалеет, не дает три столбика, решать а два. Он мне нравится, потому что он хороший, красивый, добрый. Наш герой уже пять лет трудится в 32-й средней школе. И даже мамы юных школьников, которые поначалу с настороженностью присматривались к педагогу, сегодня спокойны за детей, ведь у мужчины не забалуешь. А вот знакомые Александра и сейчас не знают, что он учитель начальных классов. Они знают, что я учитель, но учитель чего? Я даю им 10 попыток, и они даже за 10 попыток не могут представить, что я работаю учителем начальных классов. Они все перепробуют, угадывают. А потом, когда я уже им говорю, что я учитель начальных классов, все приятно удивляются и, наоборот, говорят, что это здорово. На вопрос о смене профессии Александр Иванович отвечает однозначно. Возможно, сменить профиль, но уйти из школы – таких мыслей у него нет. Я про это не раз думал. Нет, я бы остался все равно работать именно в начальной школе, именно с маленькими детьми. Только, возможно, я бы поменял какой-то бы профиль. Я очень люблю изучать иностранные языки. Когда ты видишь их горящие глаза, когда они тебя слушают, когда они понимают, что я от них хочу, поэтому это очень приятно. И именно с маленькими детьми вот эта работа в школе. Со старшими было бы по-другому, возможно. А вот Василий Яровой из средней школы номер 16 нашел свое призвание как раз в работе с ребятами старших классов. О чем говорит один только факт, что полтора года назад на 70-летний юбилей дорогого учителя пришло более трех десятков его выпускников. А ведь в школу он пришел только благодаря счастливому случаю. По-другому и не скажешь. Я поступаю в музыкальное училище, учусь в нем, заканчиваю его, поступаю в консерваторию заочно, оставляют меня на работу в музыкальном колледже. Я долгое время там работал. Параллельно работал в лагере по Гранвойск СССР на море. И вот туда попадает директор школы номер 16, Гарай Наталья Сергеевна, очень известный тоже у нас директор и преподаватель. Она меня увидела в работе и говорит, Василий Георгиевич, вам надо идти в школу. Сказано, сделано. И вот уже 28 лет работает Василий Георгиевич на радость себе и детям. У него своя методика и свой подход к обучению. Он не выбирает только талантливых детей. Ребята со скромными возможностями часто становятся его воспитанниками. Главное – желание. А доброты, мудрости и учительского дара у Василия Георгиевича хватит на всех. Оттого и вспоминают ученики всю жизнь с благодарностью этого преподавателя, который сумел разглядеть в каждом из них личность. Это педагог с большой буквы. Это человек, который на своем месте. Он имеет потрясающую способность. Этот человек умеет разглядеть в ребенке очень скрытые резервы ребенка. Он умеет понимать ребенка. Всем известно, что счастье, когда нас понимают. Вот Василий Георгиевич умеет понимать ребенка. В нашем мире, когда огромное количество неполных семей, и очень многие дети испытывают недостаток в общении с папами, ну так складывается жизнь. Учитель-мужчина очень помогает. Он дает образец, модель поведения формирует у ребенка. Можно быть раскрепощенным, в то же время можно быть умным и действовать по-мужски. Вот образец мужского поведения – это учитель. И вот теперь, благодаря огромному труду, на сцене стоят настоящие артисты и поют по партиям на два, три и даже четыре голоса. А все потому, что дети чувствуют, когда их любят по-настоящему. Он очень душевный, очень всех любит. Он всегда поддерживает в любую минуту. Он всегда все очень хорошо, спокойно объясняет. Всех нас любит. Очень нравится ходить на занятия именно к Василию Георгиевичу. Он поддержит, поможет что-то исправить, если что-то не получается. Он никого не обделяет вниманием, всем помогает. И это очень нравится, я это очень ценю. Музыка – это отражение души человека. Человек, который все время, работая для других, вернее, свое творчество и свое мастерство, показывая на сцене, он обязательно раскрывает свою душу. Людмила Логодич и Дород Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Кто-то скажет, что самый великий талант – пение, кто-то – танцевальное мастерство. Это неправда. Самый великий талант – умение делиться знаниями с другими. И тогда получается, что самым важным человеком на Земле является учитель. И это не просто профессия, это призвание для каждого, кто приходит в профессию наставника. Все знают, учителям сегодня нелегко, но брестские педагоги никогда не унывают и стараются работать на высший балл. И пусть День Учителя станет для вас исходным условием задачи о том, как обрести счастье. А в помощь вам будут удача, вдохновение и любовь. И хоть вы сами давно не ученики, вы блестяще ее решите. С праздником, дорогие педагоги! На Кавказе говорят, если к вам пришла старость, то молодость будет приходить к вам за мудростью. И не важно, что за плечами пожилых людей годы, молодость будет рядом с ними, чтобы черпать от них золотую мудрость. Каждое утверждение требует доказательств. Их на этой неделе было предостаточно. Мы рассказывали вам о ярких, талантливых, полных планов на будущее мужчинах и женщинах, которым совсем немного за 60. Они танцуют, занимаются скандинавской ходьбой, рисуют, поют и не представляют своей жизни без общения и движения. Они находят прелесть в каждом времени года. Так прекрасен и любой возраст, а когда прибавить к нему еще и оптимизм, вкус к жизни и желание помогать людям, тогда и живется достойно. И звание пожилого человека несут люди с гордо поднятыми седыми головами. Наши корреспонденты, пообщавшись с героями Дня пожилых людей, побывав на праздничных мероприятиях в городских администрациях, убедились брестские пенсионеры с молодостью на короткой наге. Время пенсии – это время, когда можно посвятить себя любимому хобби, говорят участницы клуба единомышленников «Оптимисты» под руководством волонтера Ольги Розальевой. Семь лет назад она прошла мастер-класс по скандинавской ходьбе, получила сертификат инструктора и все время сама упорно тренировалась. Затем собрала вокруг себя единомышленников, где сейчас состоят более 25 женщин, которые не собираются стареть. Ведь скандинавская ходьба – отличный помощник, она заменяет целый комплекс упражнений и оздоровительных процедур. Я подумывала о том, чтобы заниматься чем-то вне работы, еще находясь на работе. Ну, как каждый человек, который уже уходит на пенсию, думаешь, что нам нужно делать и чем заниматься там, когда ты будешь, когда приходит время Че. И я начала изучать интернет и увидела, что у нас в городе существует изумительный институт третьего возраста под руководством Митюковой Ольги Константиновны. И решила обратиться туда. Целый год я была просто слушателем. Я еще не видела себя в роли волонтера. До тот воле и случая я посетила Германию. И прогуливаясь по Бодензее, вдоль набережной, я увидела очень много пожилых людей, которые ходят с палками. Мне сначала было даже удивительно, я понятия не имела, что есть такой вид спорта. Так я познакомилась с скандинавской ходьбой. Я видела, как они занимаются, как они потом сидят в кафе, как они общаются. И я поняла, что я хочу этим заниматься. За пять лет эти элегантные дамы мастерские освоили не только скандинавскую ходьбу. Они научились главному – радоваться каждому дню и позитивно смотреть в будущее. Ведь не случайно их клуб носит название «Оптимисты». Вот этот позитив, который я получаю здесь, и который исходит от всех женщин, которые сюда приходят, у них блестят глаза, у них выравниваются спины, они становятся просто улыбчивые и неузнаваемые. Вот даже в городе, когда идешь, обращаешь внимание, уже многих знаешь, насколько меняются люди. То есть возраст и пенсии – это не приговор. Не надо бояться возраста, не надо бояться старости. Надо жить, продолжать дальше. То есть если ты позитивен, если тебе интересна жизнь, если ты любишь ее, дерзай, живи. Ты всегда найдешь, чем тебе заняться. Не бояться старости и постоянно учатся чему-то новому и милые дамы, которые принимали участие в конкурсе «Супер бабушка». Они зажигали на сцене и дарили ослепительные улыбки зрителям. Своим примером эти, трудно так назвать прекрасных дам, но назовем бабушки, в очередной раз доказали, что и в 60, и в 70 лет можно оставаться в душе молодым. 77-летняя Галина Балакар собственным примером опровергает утверждение, что старость – не радость. У жизнерадостной женщины даже подготовка к конкурсу прошла быстро и весело. Как обычно, на скорую руку, очень быстро, затейливо, и все, чтобы было всем весело и интересно. Я бабушка два в квадрате, это значит, два внука и две внучки, и еще правнук. Конкурс «Супер бабушка» стал хорошим поводом для встречи и празднования общей даты. Но это не единственное мероприятие, которое проводили в городе над Богом для старшего поколения. Уделить должное внимание героям торжества пожилым по паспорту на молодым в душе людям старались и в московском, и ленинском районах Бреста. У всех практически пожилых за плечами большая трудовая деятельность. Их трудовая деятельность исчисляется не годами, а десятилетиями. Кроме этого, это те люди, которые на протяжении всей своей жизни занимались и общественной работой. Наиболее сложно тем, кто одинок или одиноко проживающий. Вот таких в городе почти 8 тысяч человек. Вот это те люди, которым нужно внимание. Прежде всего, моральная поддержка. Прежде всего, они желают пообщаться. Пообщаться и собраться вместе – эти такие ценные моменты для пожилых людей. Но все мы знаем, что понятие возраста достаточно условное и относительное. Ведь можно потерять вкус к жизни еще в юности. И наоборот, на пенсии – ощущать прилив сил, полноту чувств и самореализовываться, найдя себя в творчестве. Я начала себя искать. Мне попался журнал. Я давно хотела заниматься каким-то ремесленничеством, но в связи с тем, что работало много, поэтому времени всегда не хватало. Мне попался журнал. В этом журнале было изготовление кукол. 10 штук. Это были мои самые первые куклы, которые я сделала. И я поняла так, что я себя нашла. Я начала развиваться. Я начала шить куклы одни, вторые, третьи. У меня на данный момент дома около 30, а то и более кукол. И я хочу сказать, что не надо зацикливаться, что человек уходит на пенсию. Это будет очень плохо. Нет, всегда на пенсии себя можно найти. Себя можно найти в любом возрасте и даже на пенсии. Ведь человек так и задуман, чтобы пройти три жизненных этапа, из которых именно зрелый возраст становится венцом жизни и высшей точкой духовного и творческого развития личности. Поэтому не случайно на празднике, посвященном Дню пожилого человека, в Ленинском районе города Бреста поздравляли, говорили слова благодарности и дарили музыкальные подарки самым достойным. Тем, кто заслуживает не только отдельного праздника, но и ежедневного, самого доброго и уважительного отношения. Мы им хотим пожелать в первую очередь здоровья, конечно. Мы хотим им пожелать любви, мы хотим им пожелать прекрасных людей рядом. Мы хотим им пожелать учиться, продолжать учиться новому и никогда не унывать. Пусть они этот опыт, пусть они эту радость несут другим людям и будут счастливы. Ирина Кузьмич, Людмила Логодич, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о насущном и важном. 2020 год надолго внес в наш лексикон такие слова, как «инфекция» и «вирус». Да, медицина знала о них, велись разработки, проводились исследования. Но никто не мог представить, что в один день одно заболевание сможет сбить с ног ведущие клиники мира. Это стало дополнительным поводом задуматься о том, насколько важно международное сотрудничество в сфере медицины и технологий и почему необходимо вместе бороться за право жить как раньше. Областная клиническая больница в проектах «Трансграничные помощи» участвует уже много лет. С 2016-го у Брещан и поляков уже шла активная работа по теме инфекционных заболеваний. В 2020-м, когда весь мир столкнулся с коронавирусом, это было весьма кстати. Сегодня медицинские работники успешно взаимодействуют, систематизируют накопленный опыт и передают его другим в рамках обучающих семинаров, один из которых прошел накануне в областном центре. Анастасия Наздрин-Плотницкая продолжит тему. Особенности ранней диагностики гепатита С и профилактика ВИЧ и СПИД. Это две темы, в рамках которых планировали сотрудничать Брестская областная клиническая больница и госпиталь из Белоподляски в 2016-м, когда были заключены договоренности о сотрудничестве в рамках проекта по улучшению эпидемиологической безопасности. Эти цели остались приоритетными для медиков и сейчас. Проблема гепатита продолжает оставаться актуальной для региона. Причем, по статистике медиков, диагноз молодеет. Заразиться можно совершенно по-разному. Как через грязные руки и не кипяченую воду, так и при несоблюдении санитарных норм и правил в медицинских учреждениях или в салонах красоты. Симптомы хронического заболевания гепатитом В и лице могут не проявляться в течение длительного времени. Болезнь медленно и незаметно разрушает печень, что в конечном итоге приводит к развитию рака. Много пациентов молодого, трудоспособного возраста. Благодаря современной терапии препаратами прямого противовирусного действия практически 90-99% пациентов, которые получают эту терапию, долгополучно излечиваются от этого гепатита. Непростой во всех смыслах 2020-й заставил медиков посмотреть на тему эпидемической безопасности шире. Сложная ситуация по коронавирусу стала основанием для совершенствования материально-технической базы медучреждений с использованием грантовой помощи. Координаторы проект поддержали. Особенность освоения этой программы или движения в этой программе являлась еще то, что, как вы понимаете, мы пришли как раз на время ковидовской инфекции, коронавирусной инфекции. И, в общем-то, понимая важность этой проблемы, нам дополнительно были выделены по этой программе порядка 300 тысяч евро для того, чтобы для борьбы с ковидом. И на это, в общем-то, мы уже заключили договор и закупили 6 аппаратов ИВЛ, 2 дефибриллятора. Это в нынешних условиях, это очень ценные и главное своевременные прибыли. К сожалению, волна коронавирусной инфекции вновь приходит в страны, поэтому даже среди коллег перед лекцией звучит разговор о личной безопасности. Мы сегодня будем говорить о другом, но помните, что меры профилактики сегодня – это первичные меры, которые помогут все-таки предотвратить заражение, инфицирование. Мойте руки, дистанцируйтесь, носите маски, пользуйтесь антисептиками. На работе не пренебрегайте, работайте в средствах индивидуальной защиты. Однако работу по другим направлениям это не отменяет. В частности, слушателям, которые приехали на семинар со всей области, рассказывали о том, какие сегодня есть механизмы диагностики гепатита и какую деятельность в этом направлении проводит областная клиническая больница. В эти дни здесь продолжаются исследования анализов добровольцев, пожелавших пройти диагностику в новом формате. Проходит это абсолютно бесплатно. Участникам программы может стать любой желающий. Проведенная работа станет основанием для разработки более детальных программ по выявлению гепатита на ранней стадии. Открытие 29-го концертного сезона симфонического оркестра Брестского академического театра драмы состоялось на текущей неделе. В этом году мероприятие совпало с весьма знаменательным событием. Свой 65-летний юбилей отмечает его главный дирижер Александр Сосновский. За дирижерским пультом Александр Петрович стоит без малого 22 года. За это время коллектив под его руководством презентовал около 400 самых разных творческих программ и каждая смогла найти отклик в сердцах слушателя. Сегодня список почетных званий маэстро можно перечислять очень и очень долго. Но самое дорогое и любимое – главный дирижер симфонического оркестра Брестского академического театра драмы. Именно поэтому в Бресте Александр Сосновский встречает свой юбилей. Перед юбилейным концертом большое интервью с маэстро записала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Вы знаете, я могу считать, что мне на самом деле повезло и везло. Какая-то надо мной звезда путеводная все-таки шла по жизни. Может, это от родителей, от мамы в первую очередь, бабушки, которые меня воспитывали, в общем-то. Но, естественно, кроме родителей, учителя, которые становятся вторыми родителями, и если это особенно первый учитель, если на твоем пути появляется человек, который, в общем-то, твою всю жизнь основное, вот он прокладывает тебе дорогу. И дорога эта была освещена ярким светом музыки и софитами сцены. Публика приняла маэстро Сосновского еще совсем молодым юношей. Его горящим глазам и искреннему желанию сделать что-то новое были открыты все двери. Сегодня, несмотря на статус и большой профессиональный опыт, он харизматичный и открыт на сцене. С присущей ему легкостью соглашается на самые смелые проекты. Без особого труда находит общий язык со звездами мировой сцены. И при этом он очень прост в общении. Об успехах говорит с легкой скромностью. Зато с радостью делится жизненным опытом, добавляя, наверное, сегодня я бы так уже не сделал. Я шел на пролом тогда просто. Я считал, что у меня все получается, я все умею по прошествии времени. Я тогда мог встать за пульт дирижерский без репетиции. Сейчас я себе этого позволить не могу. Хотя я сейчас уже много чего понял, знаю. Но сейчас есть ответственность. Я знаю, что нужно порепетировать. Нужно собраться, нужно подумать, нужно подготовиться. Тогда была молодость, видите. Вперед, давай, все могу. Сейчас уже голова включается. Тогда были эмоции, а сейчас голова включается. Уже думаешь, анализируешь. Надо держать уровень и марку. Именно поэтому в свой юбилейный вечер маэстро отдает предпочтение строгой каноничной классике. В программе произведения Чайковского, как представителя славянского миромузыки высокой пробы, и Моцарта, признанного гения своей эпохи. Зал, в котором сложно найти свободное место, с замиранием сердца встречал каждое музыкальное произведение. Символично, что в юбилейный для Александра Сосновского праздничный концерт с ним на сцене артист, с которым маэстро начинал свой путь в качестве дирижера. Пианист, лауреат международных конкурсов Александр Сикорский, спустя два десятилетия вновь в мелодичном окружении артистов Брестского симфонического оркестра. Ведь только когда весь коллектив работает в унисон, зрители и слушатели получают настоящее удовольствие от музыки. Для Александра Сосновского она стала чем-то большим. Это даже не работа, это такие вечерние встречи, общение. Приходят же замечательные музыканты, которые целый день работают в музыкальных школах, в музыкальном колледже. Целый день с учениками, и уже сил же нет. Вот вечером приходят, у них это отдохновение такое, открывается второе дыхание какое-то, и получается такая релаксация совершенная. Здесь получается, что музыка, особенно если когда идет репетиция довольно гладко, и эмоции, и хорошие флюиды идут, вся эта усталость за день уходит просто. Это самое главное. Вот это терапия, и не нужны таблетки. У многих проходит голова, мысли какие-то нехорошие, проблемы у всех же у нас есть. И они вот за это время, пару часов репетиции, вот хотя бы это уходится. Это уже здорово, понимаете. Как вам кажется, по какому пути сейчас идет коллектив, и вот что дальше? Пауза полгодовая, в общем-то, она приостановила движение, но я сейчас сразу пошел в наступление, сразу пошли проекты. Вот следом 27 октября будет грандиозный проект. В этом году вся музыкальная общественность мира отмечает 250 лет со дня рождения Бетховена. Вот у меня будет программа посвящена великому немецкому композитору. А 17 октября пройдет детская музыкальная сказка «Спящая красавица» с нашим дирижером оркестра Александром Кувшинниковым, талантливым музыкантом. Вот мы вместе сотрудничаем уже с 2007 года. А в конце ноября Брещан ждет просто уникальный проект. Я раскрою секрет, потому что думаю, что когда появится реклама, просто билеты разойдутся. Мы делаем грандиозный такой проект. Музыкальный спектакль в двух действиях. Леонид Осипович Утесов на все времена. Вот такое будет ретро Одесса. Весь этот одесский репертуар, музыкальный фольклор одесский. И сама фигура Утесова, которая... Все, кто смотрели художественный фильм «Ликвидация», помнят эти кадры с его приездом в Одессу, эти грандиозные концерты. Вот будет грандиозный спектакль. Я в роли музыкального руководителя дирижера, режиссер этой программы, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств, Александр Козак. А потом рождественский концерт обязательно мы дадим. Надеемся, что не подведет нас ни погода, ни какие вирусы. Мы будем готовиться, и мы их победим. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Андрей Щербай, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Далее о погоде. Партнер прогноза – растительный препарат при кашле из Германии Проспан для взрослых и детей с двух лет. Проспан оказывает отхаркивающее, бронхоспазмолитическое и противовоспалительное действие, снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению. Для удобства применения две формы препарата Проспан – капли и сироп, не содержит красителей и сахара. Проспан – сила природы против вашего кашля. Я Виталий Матюшин, желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом Бук ТВ. Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! Препарат при кашле из Германии. Проспан – разжижает и выводит мокроту, облегчает дыхание, не содержит красителей и сахара. Для взрослых и детей с двух лет. Мама знает, папа знает. Проспан от кашля при простуде помогает.